Средняя школа номер 18 в Иванове – гостеприимный дом для детей разных национальностей. Это одна большая дружная семья. Когда из украинских городов, охваченных военными действиями, начали приезжать беженцы, стало понятно, что и сюда придут учиться дети, которым пришлось покинуть родные края. Поскольку школа интернациональная, наверное, не случайно, что именно в нашей школе появляются ребята из Украины. Мы сегодня принимаем и сажаем за парты двух ребят. Один ребенок поступает в первый класс, один в пятый. Но постаралась школа сделать все, чтобы даже на этапе подготовки к школе ребятам было комфортно. Пятиклассник у нас посещал детский оздоровительный лагерь, учился жить в согласии, подружился с ребятами и уже действительно придет в школу как в родные стены. Первоклассник пока пребывает в ситуации ожидания. Действительно, шестилетний Илья, который вместе с родителями приехал из Луганска, с нетерпением ждал начала нового учебного года. Здесь, в школе, он мечтает найти новых друзей. Я пошел в школу с радостями. Что ты хочешь в школе? Чему научиться? Я хочу научиться в школе, чтобы все я знал, чтобы все я понимал. Еще до начала торжественной линейки Илья рассказал, что хочет стать Дедом Морозом. И как это ни удивительно, в день, когда вся страна празднует начало нового учебного года, в 18-ю школу заглянули сказочные персонажи и принесли с собой хорошее настроение. Педагоги отмечают, что сейчас психологическая помощь нужна скорее родителям, а не их чадам. Дети, они не хранят, скажем так, беду долго, поэтому по детям мы не увидели какой-то тревожности. И если и будет необходима наша помощь, она будет очень непосредственно оказываться, чтобы не выделять этих детей, так как у нас есть еще и в более тяжелой ситуации дети. Это дети из, скажем так, ближнего зарубежья, приехавшие из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Это дети, которые не владеют русским языком, но по каким-либо причинам вынуждены приехать в Россию. Вот с ними нам, конечно, будет труднее. В школу Ивановской области 1 сентября пошли учиться свыше сотни украинских мальчиков и девочек. Педагоги помогут школьникам преодолеть разницу в учебных программах и проблемы с языковым барьером. Эти дети, как ребята из малообеспеченных семей, будут получать бесплатное горячее питание.